Что лучше делать? Делать SEO-продвижение или гнать платный трафик на свой сайт для работы в долгосрочную перспективу? Значит, давай разберем два варианта. Первый вариант. У тебя есть лендинг, одностраничник. И второй вариант. У тебя есть сайт. На сайте есть много страниц, много товаров. То есть это можно назвать полноценным интернет-магазином, где есть много товаров, на которые люди заходят, и каждый выбирает, что ему больше подходит. Желательно, конечно, если это одна ниша какая-то, поскольку ее будет проще раскручивать и проще ввести какой-нибудь блог. Но может быть и достаточно большой интернет-магазин, где будут различные группы категорий товаров. Давай для начала разберем, что такое вообще SEO и что такое лендинги. Потому что, я думаю, не всем это может быть понятно. Значит, если это говорить о SEO, то работа происходит на то, чтобы пригнать трафик через бесплатные сервисы, такие как Google. Получается, как сайт раскручивается в системе Google, в других поисковых системах, таких как Яндекс, например, и, соответственно, ты получаешь через время каких-то бесплатных посетителей. Кто-то сразу вливает деньги в SEO-продвижение, а кто-то делает это бесплатно. Ну, допустим, при помощи написания какого-то блога, либо при помощи введения YouTube-блога. Лендинг-пейдж – это одностраничник. На нем есть одна услуга, либо нет товар, либо это одна ниша, где есть несколько вариантов одной и той же услуги, либо товара. То есть, получается, что человек заходит на такой сайт, он видит что-то одно, да, то есть, ключевой заголовок, который его привлекает, он видит данный продукт, и у него есть только один вариант – либо оставить какую-то заявку, либо купить продукт. То есть, что-то одно, там разные варианты просто призыва к действию работают. Соответственно, на такой сайт, на одностраничник, будет сложно пригнать бесплатный трафик. Либо нужно будет очень много денег, чтобы его продвигать, либо он вообще не будет продвигаться, да. То есть, есть масса в этом плане вопросов о том, как это делать, но сдача такова, чтобы понять вообще, зачем нужен одностраничник. Он очень хорошо конвертирует из посетителя в клиента, либо подписчика. Ну, допустим, человек пишет в поиске, как похудеть за месяц на 10 килограмм. Находит сразу этот одностраничник, и на нем указан заголовок идет. Похудей за месяц на 10 килограмм, и вот там ссылка, подписывайся на бесплатную рассылку, либо купи данный материал, либо приходи на наш бесплатный вебинар, мероприятие и так далее. То есть, какая-то часть людей, они оставят заявку, а какая-то часть, они просто-напросто уйдут. Если это делать через многостраничный сайт, тут возникают сложности, ввиду того, что у тебя, допустим, есть какой-то блок, и отдельно страница про похудение на 10 килограмм. В конце статьи может быть желание, предоставление функции такой, чтобы человек мог подписаться на твою рассылку, либо оставить заявку, но мало людей это будет делать. То есть, гораздо меньше, чем под ленинг пейдж, потому что ленинг пейдж, он красиво сделанный, он проходит по каждому убеждению человека о том, что он получит, что ему необходимо, что сделать, как это будет выглядеть. И, соответственно, это хорошо конвертирует в дальнейшего клиента. И на выходе ситуация такая, что у тебя есть бесплатный трафик, у тебя есть платный трафик. Стоит ли это все делать на свой интернет-магазин? Тут, конечно, вопрос самой конверсии. Бесплатный трафик, его проще будет пригнать на интернет-магазин, а вот платный лучше гнать на ленинг пейдж, и, соответственно, на нем будет больше конверсий, значит, ты больше получишь заявок, больше заказов и меньше потеряешь денег на рекламе. Моя рекомендация такова, чтобы делать и сайт, и одностраничник. На сайт делать SEO-продвижение на долгосрочную перспективу, а на одностраничник делать, получать сразу клиентов через контекстную рекламу, через социальные сети. Через одностраничник можно получать клиентов сразу. Через поисковое продвижение клиенты будут приходить через время, но это обязательно будет, если действительно работать над этим. Я хочу напомнить, что у меня есть бесплатная телеграм-рассылка, через которую ты можешь получать все новости, все видеообновления. Просто подписывайся по ссылке, которая есть в описании данного видео, и начни получать уже свежие выпуски прямо сейчас. Ко всему прочему, еще должен быть привлекательный продукт, который будет хорошо упакован. Необходимо найти целевую аудиторию, на которой будет идти реклама. И можно сделать просто обалденную связку всех этих инструментов. Это и лендинг, это и контекст, это и сайт, и SEO, и ко всему еще социальные сети, это Instagram, Facebook, реклама у блогеров, чат-боты, мессенджеры и так далее. То есть в связке это все будет работать просто бомбезно. Это очень эффективные инструменты, которые помогут тебе расширить свой бизнес, которые помогут тебе работать на прибыль. Если ты хочешь знать больше подробностей об этом, подписывайся на данный YouTube канал, ставь лайк. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши их в комментарии. Пока!